Туман бывает не только на улице, но и в помещении. Но хоккеистам противотуманные фары не нужны. Видимость в зоне всего нескольких метров спортсменам на пользу. Это вырабатывает умение чувствовать соперником, когда он неожиданно выкатит шайбу из-за спины. Туман в куполе возникает из-за разницы температур и только когда на улице за плюс 25. То, что сейчас вы видите, вот здесь вот туман, это как раз связано с тем, что на улице сейчас резко повышается температура. А здесь еще пока вот в этом уровне она держится. Поэтому если мы сейчас откроем наши, так скажем, створки и выгоним этот туман, то здесь очень резко льду станет жарко. Поэтому отчасти, ну это я вам говорю, опираясь на свой опыт, я видел катки в капитальных зданиях, где также дети катаются в летний период по колено в тумане. Но он где-то к обеду у нас улетучится, поэтому здесь будет прозрачно. Салдинский лед приглянулся хоккеистам из Нижнего Тагила и Тюмени. Что же заставляет соседей из другой области ездить в Верхнюю Салду? Ведь, насколько мы знаем, в Тюмени тоже имеется крытый порт. Ситуация такая, что у нас сейчас идет специально подготовительный этап. То есть ребята должны находиться вдалеке от дома. Ну и соответственно, как бы условия, там питание, проживание – немаловажный фактор. Хоккейный клуб «Газовик» – ребята 2000 года рождения – с нашими титановцами в рамках чемпионата не встречаются, если только в товарищеских матчах. Команда играет на Россию с такими сильными соперниками, как «Акбарс» и «ЦСКА». Проводить тренировки в Верхней Салде как-то роднее. Ведь я и сам родами Салды признается тренер Олег Таубер, выражая благодарность корпорации за появление этого спортивного объекта. Кстати, иногородние, бывая в Салде и видя наш белый купол впервые, поначалу удивляются, думая, что это какая-то секретная лаборатория. Но ничего секретного здесь нет. Лед обслуживают сотрудники спортклуба «Старт». Холодильное оборудование работает в режиме автомат. В жаркую погоду возникают, конечно, непредвиденные ситуации, связанные с таянием льда. Но до жидкого состояния не доходило. Вы видите, что лед не уплыл. Хотя по прошедшей неделе, так скажем, по температурам воздуха была очень экстремальная ситуация. Значит, у нас были периоды, когда лед просто плакал здесь и катались по воде. Значит, были ситуации сбои оборудования, которые приходилось решать и вызывать сервисные службы. Можно сказать, что в свое первое лето искусственный лед на стадионе «Старт» ни разу не всплакнул. Ну, пролил пару слезинок. Они только добавили бдительности и опыта нашему обслуживающему персоналу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!